Сейчас смогут это в записи посмотреть. Поставьте плюсик, если меня слышно. Хорошо. Слышно? Да, отлично. Меня зовут Илья Кочергин. Я преподаю курсы Oracle уже с 2000 года. И веду курсы и по администрированию, и по разработке. И разработке и на SQL, и на PLSQL, и на Java. Ну и кроме ораковых курсов еще по языку Python, языку R, такой есть как буква R латинская, модный язык, который настолько модный для анализа данных, что уже в составе сервера Oracle, начиная с 12 версии, тоже он прилагается. Вот такие вещи рассказываю я на курсах. И на этом семинаре было бы нам полезно обсудить, что можно предпринять, чтобы курсы по Oracle SQL, если вы их проходите, были максимально полезны. Потому что многие, кто приходят слушать курсы, примерно 40% людей, они впервые сталкиваются с базами данных уже на курсах по Oracle SQL. И в принципе это нормально, но поскольку этот пятидневный курс, он рассчитан на тех, кто начинает, и на тех, кто продолжает, и на тех, кто даже может быть уже лет 10 этим занимается, то получается, что для тех, кто начинает, это слишком быстрый старт. И поэтому было бы полезно обсудить, какие есть ресурсы для того, чтобы самостоятельно начать изучать эти темы, и какие есть возможности такое домашнее окружение для лабораторных работ сделать. Вот такие вещи собираюсь я обсудить. Вот. Ну, почему в пятидневный курс Oracle так много информации? Это не мы выбирали, это так придумал Oracle свой стандартный курс. То есть есть авторизованные учебные центры Oracle, в которых примерно 120 тысяч стоит пятидневный курс. И вот для них Oracle задает некую программу, которой все должны следовать. Поэтому этот курс, вот он, соответствует той программе, которая для авторизованных учебных центров придумана Oracle. И поскольку там учатся будущие админы, будущие разработчики, то для них больше информации задумано рассказать во время этого курса, чем, например, если бы учились только люди, которые собираются использовать SQL для вытаскивания данных из корпоративной системы и для анализа их. То есть для одних категорий нужна немножко одна информация, для других категорий слушателей другая информация. И вот эта программа, она такой компромисс. Поэтому для кого-то будет это слишком очень быстрый проход голопом по Европам, что для кого-то хотелось больше практики. И в основном именно что мы можем сделать в этом случае, это вот заранее, во-первых, подготовиться к каким-то вещам, чтобы уже вопросы к преподавателю возникли. Потому что когда они уже возникают, уже после курса, ну такая информация есть, конечно, такая возможность есть потом связаться с инструктором по электронной почте и спросить потом. Но во время курса это эффективнее общение гораздо. Там же есть возможность сразу подойти, подправить, показать более эффективный путь, сделать то же самое действие и так далее. Вот. И еще обсудим, если вы, например, слушали этот курс для 11-й версии Oracle, нужно ли идти слушать его для 19-й версии. Или, допустим, если вы слушаете курс для версии Oracle, ДТБ из 19С, а у вас, скажем, на работе до сих пор используется 11-я, какой процент информации будет по-прежнему иметь отношение к вашему серверу. Дальше обсудим, какие языки и стандартные инструменты используются для взаимодействия с базой данных. И как заранее привыкнуть к инструментам и накопить к курсу первые вопросы. И какие есть бесплатные ресурсы для самообучения. Вот в этой презентации, которую я загружу на сайт «Специалист», будет вот еще ссылка вот здесь такая даваться, куда я буду дополнительные ресурсы. Ну, там сейчас уже некоторые ресурсы для указаны, а буду еще добавлять. Вот. И как организовать рабочую среду для самостоятельных упражнений. Это еще последняя тема тем важнее, что многие сейчас курсы проходятся в режиме онлайн, и люди иногда, когда работают из дома, у них есть, конечно, возможность подключиться удаленно к компьютерам, которые находятся в учебном центре «Специалист». И тогда все хорошо, уже все готово к использованию. И сервер есть, и полная инструкция, как сконфигурировать свои клиентские среды рабочие. Но некоторые хотят, некоторым удобнее делать это из дома. То есть на домашнем компьютере установить, скажем, инструменты для работы с базой данных. Поэтому вот такие вещи мы с вами и обсудим. Ну, сам-то курс, вот программа курса, видите, стандартная. Там большое внимание уделяется тому, как писать селекты различные, объединяющие информацию из нескольких таблиц, группировки, подсчет каких-то итоговых показателей и тому подобное. Вот это стандартная программа курса. И вот давайте обсудим, что делать, если версия, которая указана для курса, допустим, 19С, у вас другая. И надо, во-первых, вспомнить про то, что нумерация Oracle, версия Oracle была до некоторого момента, до версии 12, одним способом. То есть, допустим, были там 8, 9, 10 с разными буковками, которые обозначают, ну, C это клауд, что сейчас модная такая тема облачных вычислений. А раньше, например, когда версия была 10G, то была другая буковка G, grid. Это там всякие кластерные вычисления были модные. Ну, на буковку можно, в общем-то, не так сильно обращать внимание. Просто современные версии Oracle, они могут нивелируют различия между работой с базой данных, которая находится у вас на рабочей сети предприятия, или с базой данных, которая находится где-то далеко в облаке. Сейчас современные средства просто нивелируют различия при работе с такими облачными или местными базами данных, локальными. Вот поэтому буковка C, это слово cloud. А то, что стали версии 18, 19 и так далее, это потому, что начиная с 2018 года стала модная такая методология DevOps, которая позволяет быстрее гораздо выпускать новые релизы, при этом контролировать, чтобы ошибок не появлялось большое количество, чтобы автоматически тестирование проходилось, развертывание, интеграция. И таким образом стало возможно чуть ли не каждый квартал года выпускать новый релиз. И поэтому, если раньше были раз в пятилетку, там, 11 версия, 12 версия, и между ними огромные были революционные различия, то между 12 и 19 версией таких вот революционных различий нет. То есть сейчас еще, в общем-то, 19 версия очень похожа на 12, то есть с точки зрения администрирования. Но правда для того, чтобы агитировать, проще было разработчикам своих администраторов переходить на новые и новые версии, все время в каждой новой версии, там, 18С, 19С, 20С, все время появляются какие-то новые возможности для разработчиков. Но правда для наших базовых курсов по SQL и по PLSQL эти новшества не так уж прямо и революционные. То есть я могу, например, привести какие-то буквально там пару слайдов, у которых возможности относящиеся к нашему курсу, которые появились в версии 19, по сравнению с версией 12. То есть каких-нибудь продвинутых курсов по администрированию, по повышению производительности или каких-нибудь продвинутых курсов для разработчиков различия достаточно большие между 12 и 19. А такие вот начальные курсы, они охватывают те темы, которые очень стабильны и которые мало меняются от версии к версии. Поэтому если вы изучали, скажем, по версии 19 курс, то где-то 99% будет по Oracle SQL верно и для 12C версии и где-то процентов 90% для 11 версии. То есть язык SQL достаточно стабильный вот в тех разделах, которые входят в этот базовый курс с новой введением в Oracle SQL. А вот если мы, например, возьмем такую тему, как поддержка языка полуструктурированных данных JavaScript Object Notation, JSON, который сейчас очень популярен для передачи данных между фронт-эндом и бэк-эндом веб-приложениях. То версия 18C Oracle гораздо лучше поддерживает, чем 12-я версия вот эту самую технологию. Или, например, есть такая модная технология блокчейн, которая позволяет в таком распределенном реестре регистрировать какие-то события, чтобы потом невозможно было сказать, что этого события не происходило. Вот на этом основаны всякие криптовалюты или доказательства о том, что какие-то этапы доставки выполнены и так далее в какой-то сложной логистической схеме. То вот поддержка блокчейна она вот в 19-й версии добавлена. В общем, таких вещей-то интересных много, много добавляется с каждой версией, но при этом базовый курс не так уж прямо сильно меняется. Вот. Есть такой сайт полезный. Ну, самый полезный сайт – это сайт Oracle. Вот. Но есть еще вот стороннего человека полезный сайт. Видит экран, где я сейчас вызвал сайт Oracle Base? Правильно ли я экран сейчас демонстрирую? Просто у меня несколько мониторов. Напишите плюсик, если видите сайт Oracle Base. Ага, спасибо. Вот. Видите, тут версии там 8i, 9i, вот там SQL, PLSQL. И таким образом тут легко отобрать какие-то, например, статьи, которые посвящены изменениям, которые случились, начиная с какой-то там версии. Вот. Например, если я скажу, что нового там в версии 18c, то можно вот посмотреть здесь, например, видите, там топ-энд запросы с аналитическими функциями и тому подобное. Видите, поддержка JSON, JavaScript Object Notation и так далее. А если мы скажем, что там нового 12-й версии по сравнению с 11-й, то тоже можем посмотреть какие-то новшества. Например, стало проще писать оператор Select, который выдает 10 наибольших зарплат и тому подобное. Так называемый топ-энд запрос. Вот. То есть это такие вот вещи можно быстро посчитать на этом сайте, чем различаются различные версии. Я его советую для этого. А вообще есть еще, конечно, сайт документации Oracle, который является таким самым авторитетным по этому вопросу сайтом. И здесь очень много разных продуктов. И нас интересует, конечно, Oracle Database такой продукт. А то, что касается языка SQL, тут в теме Development. Видите, тут в теме Development есть раздел SQL, PLSQL и есть SQL Language Reference. Это прям вот такой справочник по языку SQL, где все операторы написаны подробно, функции, которые можно использовать и так далее. Ну, конечно, на английском языке. Тут среди ресурсов, которые я там прилагаю в заметки, там будут ну, какой-то из заметок я могу даже скопировать прямо в чат. Ну, например, то, что в презентации у меня используется сейчас. вот тут есть ссылка, да, могу скопировать ее в чат прямо. вот, видите, открылась. Ну, да. Ну, я потом эту дополню заметку, у меня есть возможность ее потом дополнять уже после семинара. Я тогда скопирую какие-то вещи. Ну, и презентацию я загружу на сайт специалист. Вот. Где там раздел к нашим семинарам. Так вот. теперь давайте мы с вами обсудим, какие есть инструменты для того, чтобы работать и взаимодействовать с базой данных. Сейчас тут слегка масштабчик. Масштаб как-то показывается очень крупно. давайте уменьшим масштаб. Это какие языки для взаимодействия, а вот какие оболочки и инструменты. Ну, вот, если вы хотите попробовать работать с языком SQL, причем с самой новой версией Oracle, для того, чтобы попробовать какие-то запросы или выполнить какие-то процедуры или блоки на языке PL SQL, то для этого вот есть такая облачная среда, которая называется libSQL Oracle.com. вот я могу даже продемонстрировать, что можно под каким-то рядовым пользователем, я знаете, как Вася Пупкин есть такой популярный персонаж для того, чтобы я сделал, вот, чтобы не под своим именем, что у меня на Oracle сайте есть всякие небольшие привилегии, там корпоративный пин всякие вбит и так далее, а вот поэтому я не под своим именем, а под именем рядового пользователя. некий вымышленный Афанасий Облаков, вот, но для которого там пустые все вот эти наборы таблиц в его схеме, вот, видите, тот сайт livsql.org com вот так крупнее видно, да, я сейчас нажал кнопочку увеличить livsql.org com и здесь есть возможность вот в SQL worksheet писать прямо запросы и выполнять их. При этом стандартные использующиеся в документации таблицы мне доступны, например, есть такое понятие схема, да, это часть базы данных, которые содержат объекты, принадлежащие какому-то определенному пользователю. И есть вот схема Human Resources с HR, которые моделируют отдел кадров какой-то вымышленной конторы и на таблицах, которые есть в этой схеме HR, они в документации Oracle все примеры строят, большинство примеров. Вот видите, тут в разделе схема можно посмотреть, какие схемы там есть. Там вот есть известные схемы, использующиеся в документации, то есть наборы таблиц. HR, ну вот можно, вот, видите, увидеть здесь, Human Resources, в скобочках HR, или вот более старая документация, она базировалась на таблицах MPDEPT в схеме SCOT. Есть Sales History, это для демонстрации аналитических запросов. Тоже в документации Oracle широко используется. Вот, поэтому я могу сразу уже начать с того, что написать Select, ну, сейчас крупнее сделаю. Select, например, звездочка From HR, такая схема HR, точка, ну, допустим, Countries. И, несмотря на то, что в моей схеме моего пользователя здесь никаких таблиц нет, то могу вот из схемы HR все эти таблицы Countries, там, допустим, Employees, и все примеры в документации могу таким образом протестировать или какие-то задачки порешить. Конечно, можно тут в MyScript загрузить свои скрипты, создающие таблицы базы данных, каких-нибудь другие, которые вам встретились в других книжках по базам данных, и тоже использовать потом с ваших запросов. Вот, и можно использовать допустим в MySession сказать, уничтожить все мои объекты баз данных, которые созданы, а вот в CodeLibrary, видите, здесь есть CodeLibrary, и всякие и Tutorialы, то есть такие на английском языке практически вводные какие-то тексты вместе с примерами запросов, которые тут же вы можете выполнить. Есть и скрипты, например, если вы хотите, чтобы при выполнении запросов у вас объекты были ваши, в вашей схеме, и вы могли бы их модифицировать, удалять и так далее, то вы можете вот здесь кликнуть и сказать хочу объекты из схемы HR, чтобы создались в моей схеме вот здесь, чтобы я их смог удалять, модифицировать там и так далее. видеть, тут прямо то, что я нажал на кнопочку исполнить, но можно было бы тут почитать, тут все операторы create, table, create, procedure, create, view, которые создают объекты из схемы HR, которые используются для примеров. вот они тут создадутся, и вы сможете их использовать, например, в операторах update, который будет менять строки данные в строках таблиц, или для оператора delete, что-нибудь удалять, или drop table даже удалять таблицы, все, вы сможете в этом практиковаться. но это правда не так быстро выполняется. Опа, что-то тут с сайтом Oracle не всегда. Вот, видите, сегодня какая-то погода, видимо, нелетная. Вот, видите, тут нужно выполнить довольно большой объем, нужно создать вот эти таблицы, create, table, countries, regions, locations, employees, departments. Вот, все таблицы jobs, должности, которые используются и в курсах Oracle, и которые используются и в документации Oracle. Вот, можно их скачать себе, чтобы в своей личной базе данных создать эту же схему. Давайте еще раз нажму run script, вдруг все это исполнится. Но, чтобы не тратить время, давайте-ка, пока это все происходит, создаются скрипты в LiveSQL Oracle.com. Чем этот сайт, почему это рекомендую, что здесь есть и тьюториалы, да, то есть, какие-то вводные инструкции, вводные маленькие учебники, как подготовиться немножко к языку, освоить какие-то азы языка SQL, даже какие-то достаточно сложные вещи, как аналитические функции. Можно тоже здесь найти информацию, как освоить. Вот, и в этой среде вы можете, не имея своего установленного сервера баз данных, тренироваться с запросами и как на языке SQL, так и на языке PLS. О, видите, говорит, что вот были какие-то ошибки, но в основном все успешно было создано. Вот, видите, вот, хорошо. Все, можно теперь использовать их. Как посмотреть, какие у вас в вашей схеме есть основные объекты базы данных? Есть возможность сказать, select звездочкой from at, ну, от слова каталог. И вот тогда нам выводится, какие у нас есть таблицы здесь. Видите, тут есть таблица locations, таблица jobs, должности, таблица employers и такие объекты, как sequence, которые позволяют генерировать уникальные значения, чтобы заполнять, например, номера сотрудников employees в этих табличках. Так что вы можете теперь с этими таблицами, как в вашей личной базе данных, что-нибудь делать. А можете, допустим, стереть все таблицы, reset session, если вы скажете, то здесь можно выбирать, допустим, удалить все объекты базы данных, удалить историю ваших команд. NLS это National Language Support, это всякие языковые настройки. А как еще можно себе организовать среду? Ведь на курсах Oracle используют такую GUI-шную среду, очень удобную, с графическим пользователем интерфейсом, SQL Developer. Сама-то эта среда скачивается с сайта Oracle. У нас есть единый такой раздел для скачки программного обеспечения. Это Oracle Com Downloads. Видите, Downloads. Вот. И в Developers Downloads есть вот Developers Downloads, вот Developers Tools, есть SQL Developer. Если вы скачиваете версию для Windows, то там уже необходимый Java Development Kit, который нужен для выполнения Java кода, на котором написана эта среда, а он прямо встроен в Java Development Kit. А для других платформ, для Mac, например, нужно Java вставить отдельно. Вот он скачивается просто как zip-архив, который установка проста, просто развернуть, распаковать. Моя рекомендация распаковывать в какую-то папку, которая поближе к корню, чтобы не было на пути каких-то кривых путей, кривых имен файлов, кривых имен директорий. И вот так выглядит уже запущена эта среда SQL Developer. Здесь нужно настроить его, да, вот вопрос, смотрю, что удобнее SQL Developer или SQL Developer. Они, в общем, что-то удобно одним, одни вещи удобнее, что-то удобнее в других. Например, в SQL Developer такие вещи, как отладчик языка PLSQL очень хорошо сделан и хорошо сделан импорт и экспорт в базу, например, в Excel, можно из Excel загружать таблицы. Это в SQL Developer сделано отлично. Вот. И как вам, как можно сделать себе сервер? То есть с клиентами более-менее понятно, что есть вот такие варианты. SQL Plus это в сервер или в клиент входящая текстовая оболочка, это больше для админов, потому что удобно тем, что можно из скрипта вызывать его, в отличие от SQL Developer. SQL EXE или SQL Common Line Interface это тоже на Java написана замена SQL Plus, который уже в новых курсах по администрированию Oracle часто используется вместо SQL Plus. То есть это текстовая оболочка, такая же как SQL Plus. Теперь какие языки для взаимодействия с базами данных. SQL это декларативный язык, который объявляет, что мы хотим видеть в результате. SQL процедурный язык, то есть в SQL у вас нет пошагового регламентирования, что сделать сначала. Например, если написано у вас в селекте where и условия, какие строки отобрать, по какому условию, и есть order by, как упорядочить результат, то вы на усмотрение сервера оставляете, что будет делать он сначала, что делать потом, как он распараллелит эту работу, это гораздо больше степеней свободы остается у сервера. А Pelliskoyl, если вы напишите цикл, в котором обрабатываются данные, то он только в таком и может порядке это сделать. Но многие очень знания, что мы хотим от сервера, привыкли мы вообще все программисты на процедурных языках выражать, которые содержат циклы, условные операторы и тому подобное. И плюс еще в скриптах, которые мы выполняем в наших средах SQL Developer, SQL Plus, есть еще встроенные команды SQL Plus. Они же могут быть выполнены во всех других средах, которые имитируют SQL Plus, SQL Developer, PL SQL Developer. И например, мы можем сказать командой SQL Plus, ну вот давайте я что-нибудь продемонстрирую. допустим, set SQL формат, ну допустим, JavaScript Object Notation. и какой-нибудь запрос после этого скажу Select from допустим HR Employees. Вот так таблица HR так у нас базу данных там жива. Давайте посмотрим. Сейчас у нас правда времени мало остается, у нас по-моему когда до скольких этот семинар. По-моему он только 45 минут, да? Тогда я вам давайте не буду сейчас это сильно демонстрировать, просто вот поверьте мне, что вот эти встроенные команды Connect, Set с настройками там всякими, они тоже также важны для реального использования базы данных. Поэтому стоит установить и сервер, клиентское приложение Сколь Девелопер, чтобы натренироваться до курсов. Да, и какие возможности еще себе сразу установить виртуальную машину. Вот здесь на сайте Oracle, где всякие скачки, где всякие закачки можно делать, есть такой раздел про виртуальные машины. Вот допустим Oracle.com Dropdownloads вот если мы находим здесь VM вот видите виртуальные машины VM VirtualBox это сама оболочка виртуальных машин. А если вы здесь выберете VirtualBox Prebuilt Appliance, то вы тогда сможете скачать например Oracle Apps Database Apps Development VM виртуальную машину, где уже установлены и 19 версия Oracle и SQL Developer и вот могу сейчас показать как сейчас соединюсь машины, где у меня уже это установлено вот вот да вот видите как выглядит виртуальная машина которую я скачал вот этот App Developer можно запустить ее вы видите как когда она ну это я уже заранее запустил понятно что она медленно запускается достаточно и тут есть уже SQL Developer установленный и когда вы запускаете эту машину то прямо в текстовом окне возникает инструкция такая какой у нас там вот допустим я дополнительную вкладку сделаю вот сейчас покажу вам крупнее зум им мелковато выглядит вот и тут когда возникает SQL Developer видите тут написано такая инструкция что SQL Developer у нас уже установлен и можно сбросить настройки его и так далее вот и посмотрите тут написано что у нас есть начиная с 12 версии Oracle у нас базы данных стали контейнерные много контейнерные и это некую сложность такую начинающему понять что для того чтобы добраться до какой-то содержательных вот этих схем типа HR и так далее нам нужно подключаться не к контейнерной базе данных не к корневой где системная информация находится а вот то что у нас плагабл база данных и тогда мы вот можем в SQL Developer когда хотим добраться до этой базы данных взять и нажать на плюс но в данном случае видите SQL Developer я могу использовать не только тот который внутри виртуальной машины а я рекомендую как раз взять и развернуть его отдельно на Windows а не на той виртуальной машине с Linux так гораздо удобнее быстрее будет работать отдельно SQL Developer только нужно понять к каким портам присоединяться какой порт указывать при описании сетевого подключения к тому серверу уроку который виртуальной машине как это узнать вот нужно зайти в настройки виртуальной машины сеть и тут вернее вот settings вот настройки виртуальной машины самой вот машина настроить и в разделе сеть там есть дополнительно проброс портов видите написано что адрес порта хоста и адрес порта гостя то есть сервер Oracle по умолчанию слушает порт 1521 а допустим он у нас на нашей машине может быть занят тогда мы можем сказать хостовый порт допустим будет 1523 то есть вот какой адрес вы здесь сказали такой и нужно будет использовать при создании сетевого подключения и тогда вы можете нажать на плюс ввести вот такую информацию в видите тут IP адрес вашего хоста поскольку порты проброшены внутрь виртуальной машины то вы можете просто адрес вашего хоста или localhost писать тут порт который при пробросе портов указан как адрес как порт в хостовой машине и там было написано в инструкции виртуальной машины которую с сайта Oracle мы скачали что плага был база вот та которая содержит содержательную для нас информацию имеет имя сервиса ORCL мы его здесь и указываем вот и нажимаем на тест если вот здесь появилась success статус то значит мы верно указали у этой виртуальной машины тут у всех пользователей пароль Oracle просто Oracle маленькими буквами но вот только сис самый главный админ должен иметь роль sysdba вот после этого мы можем сказать save чтобы создать это соединение и connect чтобы соединиться вот и можно видите давать какие-то запросы также мы можем создать connection для пользователя hr допустим здесь сказать hr и так далее все остальные параметры такой же как у sys только вот все остальные нормальные пользователи у них роль не sysdba будет а default вот и наконец последняя возможность может быть кому-то она покажется самой более удобной самый удобной это взять и поставить самим базу данных для windows есть специальная express edition довольно маленький дистрибутив вот этой самой express edition вот я сейчас покажу вам я уже скачал с сайта oracle 18c 202 186 папку ш вот раскрыл этот архив небольшой ну сколько он занимает ну чуть меньше 2 гигов да а enterprise edition гораздо больше занимает место и вот видите можно на сетап нажать ну и где-то минут за 15 у вас на компьютере установится сервер баз данных express edition это тот который бесплатный который в основном предназначен для разработчиков или для небольших каких-то приложений у них есть ограничения по размеру базы и так далее и вот можно express edition поставить себе на windows или на linux вот просто скачивается запускается сетап и там имя плагабл базы которая будет содержать вот схему HR xe pdb1 вот как здесь было urcl виртуальной машине скаченной 40 то там будет xe pdb1 типа express edition плагабл датабейс 1 и настройка такая же простая вот да вот сейчас у нас 19-16 может какие-нибудь вопросы может про что-нибудь дополнительно рассказать скачать 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 немножко рассказать про то что если вы да пришла на замену SQL+. Хорошо давайте покажу я вот можно там где развернул SQL Developer SQL Developer еще где у нас есть вот SQL Developer называется SQL Command Line интерфейс вот можно его вот здесь скачать отдельно или взять вот в этой по этому пути SQL Developer SQL Developer Bin вот просто SQL Bat можете запустить или SQL Exe вот он видите спрашивает там username password но я могу здесь указать username допустим пользователь HR с паролем Oracle собака IP адрес здесь пишу 192 168 своего компьютера 202 187 и имя сервиса xe pdb1 а у меня здесь не экспресс edition здесь у меня порт еще надо указать если он не стандартный 15 23 у меня установлен и xe pdb1 так сейчас это где я 192 а неправильно немножко IP адрес да там задан давайте я вот с помощью команды connect лучше это сделаем вот так будет видней вот в папке sql developer sql developer bin и тут просто sql вызываю bat или с опцией no log чтобы он сразу юзернейм меня не спрашивал давайте кэшрифт побольше сделаем окей вот и здесь пишу connect или мы сокращено как в sql плюсе можно указать допустим hr с паролем oracle собака IP адрес нашего компьютера и порт если он нестандартный 15 21 15 23 у меня нестандартный xe тут у меня orcl называется вот connected и можно теперь использовать все к чему примыкли мы например describe встроенная команда чтобы структуру таблицы узнать например hr employees вот я вижу какие столбцы есть в таблице employees могу теперь запросы писать здесь вот например select чем удобно эта утилита по сравнению с SQL плюсом что здесь можно писать например вот если я скажу from select звездочка from HR EMP и табуляции нажимаю он может дополнять имена таблиц вот он мне показывает что employees что видите есть employee details давай 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 букв напиши чтобы было различие вот employees вот нормально все выводит вот это замена SQL плюсу чем она хороша что она написана на javi и драйвер для подключения к базе данных там тоже написано javi gdbc драйвер это дает возможности на компьютере где не установлен ни клиент ни сервер Oracle из этой утилиты как из SQL девелопера писать запрос это достаточно удобно так вот еще меня спрашивают чем отличается MySQL от Oracle SQL ну да ну смотрите MySQL он очень долго был таким open source продуктом поддерживаемый достаточно бедной фирмой потом правда его купил Sun потом его купил Oracle и в MySQL более такие вещи скажем так которые под капотом делаются в базах данных Oracle без какого-то напряга со стороны здесь многие вещи делаются в MySQL ручками то есть в Oracle SQL гораздо больше всяких сервисов ну например просто могу привести пример такой вот допустим я сделал какой-то апдейт нехороший и хотел зарплату одному сотруднику увеличить скажу стат селери допустим 5000 и забыл В и в итоге сейчас employees HR employees вот set селери да вот из нечаянно все строки изменил и забыл и commit сказал вот то здесь я могу например флешбэк запросы сделать и посмотреть а какие у меня были данные вот сейчас у всех будет зарплата у сотрудников 5000 допустим from HR employees ну допустим где employee ID равен 100 1 вот у него тот же 5000 а я хочу узнать какая у него зарплата была до этого рокового изменения тогда я могу написать as of timestamp или там as of ну да timestamp сисдейт текущее время минус допустим час вот и вижу что у него было 17000 то есть видите тут очень много таких вот крутых возможностей связанных с тем что база данных мультиверсионная что в один момент времени там можно обратиться к предыдущим версиям тех же данных то есть просто больше всяких супер возможностей этим отличается вот но конечно есть ядро языка SQL которые внутри стандарта ANSI находятся то есть но Oracle сам был таким участником разработки этих стандартов поэтому как и Microsoft так и Oracle внесли очень много в развитии языка SQL и в Oracle реализованы самые там новейшие какие-нибудь возможности ну например можно запросы рекурсивные с помощью WIS делать и так далее вот и тут есть крутые аналитические функции например вот многие запросы с крутыми подзапросами которые пишутся можно заменить аналитическими функциями например вы можете в YouTube канале которые которые называются смешно кис вот если ведете кис SQL вот видите есть keep it simply SQL но это скажем так уже для тех кто SQL хорошо изучил и хочет узнать какие аналитические функции можно использовать и вот тут автор этого блога он на каждую аналитическую функцию тратит буквально там 3 минуты на объяснение как с помощью этой аналитической функции что можно упростить и так далее это Конор Макдональд такой есть автор но это скажем так для продвинутых уже пользователей SQL а так вот где мы с вами заглядывали в LiveXQL Oracle.com например там есть масса тьюториалов есть на русском и даже вот внизу видите есть там такие сайты как Oracle Learning Library это такой раздел сайта Oracle с практическими лабораторками всякими интересными есть Developer Gym такой тренажерный зал для девелоперов со всякими там ребусами обучающими там курсами и так далее ну и сайт технической поддержки AskTom есть где вице-президент по техподдержке Oracle отвечает очень интересно на вопросы когда вы сталкиваетесь с какой-то технической проблемой вот если если так подытожить то что у нас получается что какие у нас есть возможности для того чтобы изучить Oracle SQL то нужно если вы хотите работать не заморачиваясь про установку собственного сервера то есть leaf.sql Oracle.com собственный сервер можно установить либо скачав виртуальную машину с сайта Oracle вот где тут pre-built appliances из раздела про оболочку виртуальных машин VirtualBox тоже принадлежащая Oracle или установить существующий для Linux или для Windows Oracle Express Edition в принципе вы можете устанавливать Enterprise Edition если на свой домашний компьютер то есть лицензия Oracle предполагает некоммерческое использование для оценки каких-то возможностей для обучения можно использовать и дорогие очень версии Oracle бесплатно скачав их с сайта Oracle но если вы на работе будете развертывать то Express Edition снимет вопросы о платности и бесплатности о лицензионной частоте лучше тогда установить Express Edition чтобы какая-нибудь комиссия высокая не нашла у нас коммерческую версию Oracle вот и это Express Edition 18 версии 18C она практически совпадает по возможностям с Enterprise Edition только у нее ограниченный объем базы данных и сняты возможности распараллеливания каких-то трудных задач все те же возможности которые разработчик может опробовать на Enterprise Edition которые стоят кучу денег можно вот на этой бесплатной версии тоже вот и есть еще одна интересная вещь это Vagrant это такой конструктор виртуальных машин такая утилита которая позволяет описание виртуальной машины в виде директории с текстовыми файлами скачать откуда-то там в описании виртуальной машины будет в редми файле написано что вот в эту папку положите еще софт который нужно установить и сама эта утилита Vagrant по файлу описания по инструкцию сама скачает виртуальную машину с базовой операционной системы и сама устанавливает на нее софт то есть это тоже вот такая интересная возможность утилита Vagrant которая позволяет формировать образы виртуальных машин для VirtualBox или для VMware или для Hyper-V вот здесь конфигурационные файлы для виртуальных машин VirtualBox и KVM есть вот на самом сайте Oracle вот такие возможности то есть получается виртуальные машины либо напрямую скачаны уже целиком либо с помощью Vagrant построены либо вы просто ставите Oracle на свой компьютер Windows самая простая установка в Express Edition либо вы делаете обычным решением LeafSQL Oracle ком использовать вот такие возможности да скажите какие-нибудь еще вопросы так 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 еще тут вопрос был вот первый от Евгения будет будет ли любой один и тот же запрос работать в разных реализациях от разных компаний ну отвечу так что если вы придерживаетесь какого-то стандарта организации NC достаточно старого и только в рамках этого стандарта не используя какие-то расширения даваемые вендором будете писать запросы то тогда у вас будет работать практически на любой СУБД а если вы используете какие-то доп. возможности для удобства такие вот как аналитические функции то не факт но при этом самые крупные производители СУБД например Microsoft или Oracle они друг у друга копируют всяческие возможности так для того чтобы можно было без проблем мигрировать приложение от конкурента из базы данных конкурента на базу данных этого вендора вот так еще какие-нибудь вопросы а спасибо вот если что но имел айка чергин специалист ru и можно мне вопросы задавать о почте так запись будет то запись есть я включил кнопочку запись вот еще плюс будет так где будет я так понимаю на сайте специалиста но если вы там не обнаружите то вот напишите мне на имел айка чергин специалист вот смотрю еще вопрос чем отличается сид от сервисный смотрите здесь в SQL девелоперы например когда мы настраиваем да есть возможность либо одно либо другое указать а если мы подсоединяемся к экземпляру оракова например у рц cdb то тогда мы подсоединяемся ко всей контейнерной базе данных где будет в основном системная информация корн для вас предыдущих поколений для предыдущих версий там было все равно хотите через сид то бишь системой де системой де это имя экземпляра имя экземпляра сервера которая уникальна только внутри одной одного компьютера а имя сервиса обычно люди старались делать может быть с доменными виде доменного имени уникальны в пределах нашей сети и и имя сервиса она позволяет много контейнерной базы данных выбирать конкретный контейнер потому что у каждого у каждой базы данных от базы есть свое имя сервис вот но например вот здесь если мы запустим в командной строке утилитку snr-ktl статус snr-ktl статус а видите тут оболочка видимо это запущено раньше чем установлен сервер oracle а ну да это ж она у меня в виртуальной машине поэтому понятно почему не не видно но давайте скажем в другой виртуальной машине сейчас в другой машине покажу вот так а вот точно все хорошо скажу snr-ktl это такая утилитка которая управляет лисенером который принимает запросы от клиентов на соединение на установление соединения с базами данных так а где у нас я уже в этих машинах слишком много у меня открыто всяких машин сейчас ага это понятно в чем дело окей вот а вот это я сейчас подключен к машине вот вот к этой который я хотел да есть тут утилита snr-ktl поскольку сервер здесь у меня установлен прямо на windows дата экспресс-эдишн ну неважно какой редакции вот статус я хотел показать и посмотрите сейчас покажу крупнее покажу разверну побольше вот видите выдачи какая у этой утилиты snr-ktl статус у каждого то есть сервис xe экспресс-эдишн так называется вся установленная база данных многоконтейнерная это instance вот это сид имя экземпляра а это имя сервис ведь они могут совпадать а вот в данном случае есть сервис xe pdb который соответствует контейнеру вложенному плагабл база данных для которой нет отдельного сида но есть свои отдельные имя сервисы поэтому с помощью имен сервисов вы можете подключаться более избирательно к нужной базе данных если одна база данных является плагабл базой отдельным подконтейнером в многоконтейнерной базе данных поэтому лучше использовать имена сервисов в этом случае поэтому здесь вы можете вызвать скажем SQL Developer или SQL Command Line и использовать здесь имя сервисы вот вот допустим как HR но у меня уже пароль у него поменен на 123 здесь табака 192 168 202 это IP адрес с моей машины где установлены там и имя сервиса пишется xe pdb1 вот connected могу запросы писать select допустим sys чтобы узнать время sys timestamp from dual вот кстати был вопрос про диалекты SQL или вот например ворокловом SQL нельзя писать запросы поэтому даже когда нужно вычислить функцию никак не зависящую ни от какой данных таблицы приходится писать from и специальную табличку состоящую из одной строки то есть это да сейчас еще спрашивается установлено два экземпляра ну у меня просто тут несколько машин виртуальных машин поэтому вот смотрите сейчас посмотрим я уточню сейчас вопрос вот говорю lsnr ctl services сейчас давайте вот здесь как внешнюю команду выполнен lsnr ctl services вот видите хост это выполнить внешнюю команду из операционной системы и вот смотрите сервис common language runtime это extproc это сервис вызова внешних процедур которые позволяют из процедур на языке plsql вызывать процедуры написаны на c или c-шарпе которые в виде dll динамически подключаемых библиотек просто установлены на этот компьютер то есть это сервис вызова внешних процедур он тоже как сервис то есть не только с сервисами баз данных может нас соединять но и с другими сервисами вот а так что экземпляров у нас не два у нас тут вот на этом компьютере один экземпляр xe а для которого несколько там сервисов то есть настоящий экземпляр тут один что такое экземпляр это память сервера oracle system global area и процессы которые он и вы и обслуживающие пользователи это серверные процессы вот вместе они составляют экземпляр сервера oracle да так у сервиса экспорт тоже указан instance не вижу а что он имеет один instance но это так это это не instance базы данных это просто такая формальная выдача этого самого искуэль соформальная выдача утилита lsnrktl вот есть тут например сервис который позволяет подключаться через протокол http https и в xml формате давать запросы получать ответы на базе этого сервиса xe xdb сделан графический веб интерфейс для управления этой базы данных то есть можно вот порт использовать этот для ну там 55.00 был порт на который установлен Express Enterprise менеджер графический интерфейс для администрирования да да в Oracle устроен http сервер практически всегда с давних пор даже есть такая интересная интересная оболочка апекс может быть слышали сейчас покажу Apex Oracle ком вот это бесплатная вещь можно ее скачать к любой базе данных Oracle и создавать такие порталы веб-приложения для базы данных без опыта веб-программирования то есть можно создавать тут формы на языках SQL и PLSQL писать обработку и таким образом с помощью этой утилиты создавать такие веб-интерфейсы для приложения можно попробовать не устанавливая к себе просто вот здесь зарегистрироваться запросить у них тестовый workspace и попробовать создавать там формы какие-то отчеты и так далее кстати и можно использовать эту среду чтобы не устанавливая сервер Oracle тоже вот здесь в разделе SQL workshop попрактиковаться с SQL и PLSQL запросами вот если вы Apex установите на например установлены у вас сервер Oracle то можете практиковаться и на местном не только на обочине и Apex уже встроен в 12 версию и в более позднее но лучше всегда скачать более новую версию Apex если вы собираетесь пользоваться Апекс расшифровывается как Application Express но обычно люди которые его используют быстро создают себе приложение а потом жалеют что они сразу Java не изучили для построения веб-приложений потому что доходя до какого-то предела сложности очень сложно потом Apex приложение развивать приходится его потом переписывать на чем-нибудь на питоне или на Java но как создание прототипов или создание каких-нибудь средней сложности приложения очень хорошая вещь даже многие разделы сайта Oracle на нем написаны например Oracle Learning Library вот которые Oracle.com Drop GoTo Drop OLL Oracle Learning Library где вы можете найти на всяческие лабораторки практические демонстрации по разным там и по администрированию и по разработке что угодно и вот этот раздел тоже на Apex написан то есть не только для людей других Oracle эту оболочку продвигает но и сам иногда использует да еще какие-нибудь вопросы и вам спасибо за компанию вам спасибо 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 спасибо